Штат Техас – одна из самых экономически развитых территорий США. Эксперты отмечают, что потенциальное отделение штата и объявление о независимости может нанести невосполнивый ущерб американской экономике. Это доказывают показатели штата. Воловой внутренний продукт Техаса оценивается примерно в 2,5 триллиона долларов. Это около 9% от ВВП США. Поэтому показатели штат занимает второе место после Калифорнии. Кроме того, Техас является крупным производителем нефти. По данным Министерства энергетики США, добыча нефти Техасом за в прошлый год составила 5,6 миллиона баррелей в сутки. В то время как по стране этот показатель составил 13,2 миллиона баррелей. В штате также развиты и другие отрасли экономики. Техас является вторым штатом по уровню ВВП. Среди всех штатов США ВВП растет достаточно быстрыми темпами в последнее время. Остальные отрасли экономики, которые развиты в этом штате, это сельское хозяйство, военно-промышленный комплекс, космос, энергетика, компьютерные технологии. Необходимо отметить, что один из банков, образующих Федеральную резервную систему США, находится в городе Даллас. Таким образом, потенциальное отделение Техаса может нести урон стабильности банковской системы США, а в перспективе и серьезно сказаться на глобальной экономике. От нормального функционирования ФРС зависит состояние американской экономики. А учитывая, что четверть мирового ВВП приходится на США, колебания в экономике страны повлияют и на другие регионы. Кроме того, Техас занимает лидирующие позиции США по показателям сектора электроэнергетики. Здесь развита также инфраструктура возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветряную. Если говорить про энергетику, то в Техасе сосредоточена примерно треть от всех запасов нефти в США. Этот штат полностью энергетически независим от экономики США. При этом Хьюстон является мировым лидером в области различных технологий в области энергетики. В частности, также штат Техас является лидирующим штатом в области использования ветряной энергии и солнечной энергии. Для этого есть все предпосылки, поскольку в этом штате огромное число солнечных дней в году и сильный ветер. То есть, таким образом, выгодно как раз использовать новейшие технологии в области возобновляемой энергии. В Техасе расположены штаб-квартиры таких крупных компаний, как ExxonMobil, AT&T, Dell Shell и другие. На территории штата функционирует испытательный космодром Starbase, принадлежащий компании SpaceX. И расположены основные мощности по производству современных ракет. Очевидно, что Техас является важным с экономической точки зрения регионом для США. Его отделение будет иметь негативные последствия. Однако эксперты расходятся во мнении, насколько высока вероятность обретения штатом независимости. Действительно, Техас хотел бы, наверное, отсоединиться от США, так же, как и Калифорния некоторое время назад, поскольку действительно эти штаты приносят огромные доходы в экономику, хотя в целом население достаточно мало потребляет в среднем по США. Но с точки зрения политики, вероятность отсоединения такого крупного штата от США практически равна нулю. В этом гипотетическом случае будет нанесен сильнейший урон фондовым рынкам. Поэтому этого, конечно, мы не можем ожидать в ближайшее время. В любом случае, потеря Техаса могла бы стать реальной экономической катастрофой США. Но на данный момент такого поворота событий не ожидается. Как отмечают аналитики, Техас не может отделиться от США в соответствии с законодательством. Речь идет в том числе о постановлении Верховного суда от 1869 года, согласно которому отдельные штаты не могут в одностороннем порядке принять решение о выходе из состава страны.